Саудиты обещали отнимать счета и недвижимость россиян. Кадыркин теперь должен быть первым в этом списке, он же ведь друг их главного амира. Почему ты не говоришь о том, что Тудаев говорил на ломаном чеченском, а на некоторых выступлениях вовсе читал заранее заготовленный текст на чеченском, где забывал слова? Тумсо, при всем уважении, твои доводы про махар и другие бытовые практики некорректны, ведь основы самосознания народов строятся на сакральных вещах почитания святых народных кодексов священных мест. Может, есть такие народы, как ты говоришь? Во всяком случае, к нам это не относится. Да и вообще так к мусульманским народам относиться не может. Когда какой-то народ в своей основе принимает ислам, то он покоряется этим священным писанием, и любые противоречия, идущие с священным писанием, они должны быть устранены. Как бы народ эти вещи принимает. Поэтому, да, это может быть происходит не сразу. В каких-то народах мы можем увидеть проявления каких-то там обычаев, традиций, противоречащих исламу, которые еще там они не устранили. Это вот недавно, допустим, принявшие такие моменты есть. Но когда они уверовали, они уже взяли на себя обязанность все это устранить. Поэтому им от этого никуда не деваться. Что касается самого обычая, еще раз говорю, если эта тема интересна, то посмотрите, что об этом говорят ученые. Ислам ни в коем случае не то, что не против обычаев. Наоборот, основа в том, чтобы эти обычаи сохранять. Чтобы народы отличались друг от друга. Для чего Аллах ведь говорит ранее, что Он создал нас народами и племенами. Чтобы мы таким образом узнавали друг друга, поддерживали родственные отношения. Поэтому основа в том, что языки, обычаи, культура, традиции, чтобы эти вещи, наоборот, сохранялись. В этом смысле это, наоборот, обязанность мусульман. То есть, ислам налагает на них эту обязанность сохранять те обычаи и традиции, которые не противоречат религии. А вот почитание святых и то, о чем ты сказал, это уже не обычаи, это уже религиозные вещи, они не относятся к обычаям. Обычаи – это какие-то там внешние атрибутика народа, их одежда. Это какие-то то, как они, допустим, строили архитектура. У кого-то башни такие, у кого-то дома другие, у кого-то землянки. Это какие-то мероприятия по бракосочетанию и так далее, когда, допустим, в каком-то народе принято было, скажем, быка дарить, а где-то было принято золото дарить. Понимаете? Вот они, вещи, которые отличают. Но те темы, которые касаются святых, поклонения и прочее, это уже не вопросы культуры или традиций. Спасибо за ответы. Последний вопрос. Не есть ли тогда сложившиеся вирды кадарийского и нахшбандийского толка в Чечне результатом многовекового компромисса между народным самосознанием и исламом? Надо понимать, что кадарийский и нахшбандийский тарикат суфизми – это вообще не чеченское изобретение. Для начала. То есть это надо отделить. Это мы, к нам, вот ислам, он пришел с такой стороны, вот ислам, представим себе, что это чистая вода, которая до того момента, когда до нас дойти, она прошла через различные соли, какие-то минералы, примеси. И до нас уже попала с каким-то привкусом, понимаете? Вот это приблизительно такая же тема. К нам он пришел, ислам, уже с примесями этого суфизма. Поэтому сначала к нам пришел ислам суфийского толка и нахшбандийского тариката, а затем пришел и кадарийский. И то, что далее у нас какие-то компромиссы, как ты говоришь, происходили, это не связано вообще никак с религией. То есть если бы к нам пришел бы ислам без примесей, то это бы тоже никак не поменяло бы хода этих процессов, которые выталкивали бы, выдавливали бы какие-то обычаи противоречащие, понимаете? Единственная разница в чем? Пришедший ислам, любого какого бы толка он не пришел, если здесь есть какие-то заблуждения, которые позволяют, например, какие-то обычаи. Да, они будут сохранены. Но я имею в виду, что это не связанные вещи. Обычаи – это обычаи. Религия – это религия. И если обычаи противоречат религии, то есть приоритет, безусловно, отдается религии. Она по-любому выше. И обычаи подгоняются под религию. А не наоборот, ты не можешь религию подгонять под обычаи. И если ты спрашиваешь, не происходило ли в Чечне подобное, ну да, возможно, происходило. То есть подгонялись ли, подгонялась ли религия под обычаи? Возможно, да. Но связано ли это с тем, что это был суфизм? Я думаю, нет. Это уже зависит от искренности тех людей, кто этим занимается. Неважно, какое течение, какого толка ислама к тебе пришел, если бы там были бы люди недобросовестные, следующие за своими страстями, то они бы подгоняли бы религию под обычаи. Если же это были бы искренние люди, верующие в то, на чем они религиозны, то они наоборот подгоняли бы обычаи под религией. Но основа мусульманина такова, что религия выше, а выше и ниже. София, что нас ждет в ближайшем будущем согласно хадисам? Знаешь ли ты что-то интересненькое? И если да, расскажи, плиз. Может, даже связан с политситуацией в мире. Нет, тут я не силен. Я вообще не люблю, когда кто-то, приводя хадисы, пытается сегодняшнюю ситуацию подогнать. Потому что хадисы, они, вообще любые священные писания, когда они что-то о чем-то сообщают в будущем, то там никогда не бывает точной даты. То есть в таком-то году будет вот то-то, то-то. Поэтому любые события, которые происходят, их, в принципе, можно подогнать под хадисы, или наоборот хадисы подогнать под эти ситуации. Я не сторонник. Я сторонник того, что эти тексты нужно, конечно, в целом, нужно их знать, нужно понимать. И нужно просто допускать. Говорилось ли в этом хадисе о сегодняшних событиях? Может, да. А может, нет. А может быть, там говорится о событиях, которым еще предстоит. совершится. А может быть, там говорится о том, что было до этого. Понимаете? То есть нужно здесь с такой... Ну, то есть без какого-то утверждения. Просто допускать. Я так считаю. Саудиты обещали отнимать счета и недвижимость россиян. Кадыркин теперь должен быть первым в этом списке. Он же ведь друг их главного мира. Я не думаю, что у него в Саудии есть какие-то там... Какая-то недвига или счета, это вряд ли. У него, скорее всего, в Эмиратах есть. Насчет Саудии... Ну, может, что-то там и будет. Но это, я думаю, по-любому это не основная тема. У них очень много было всего в Турции. И после того, как их там начали метелить, они начали это все сливать. А в Эмиратах у них позиции хорошие, потому что он дружит с Нахаянами. Там друг друга называют братьями. Поэтому там, да, там у них будет много всего. Вот если там их прижмут, вот это будет удар. Почему ты не говоришь о том, что Тудаев говорил на ломаном чеченском, а на некоторых выступлениях вовсе читал заранее заготовленный текст на чеченском, где забывал слова. Горский яхуд и жена еврейка. Во-первых, он не говорил на ломаном чеченском. Ты, по всей видимости, не чеченец. Раз тебе, видимо, кто-то так сказал, и ты просто передаешь эти слова. Он не говорил на ломаном чеченском, он говорил на своем диалекте. При этом, если даже он, как ты говоришь, и плохо бы знал чеченский язык, ну и что? Что это теперь? Он перестает быть чеченцем. Ты знаешь, сколько чеченцев, которые, к сожалению, плохо знают. Я сам, кстати, один из них. Я тоже не могу сказать, что я хорошо знаю чеченский язык. И что теперь? Это делает нас не чеченцами, что ли? Это в результате многолетней оккупации той работы, которая была проведена. К сожалению, наш язык сегодня один из вымирающих языков этого мира. Так мы это имеем. И мы поэтому и хотим свою страну, свою независимость, чтобы сохранить свой язык, свои обычаи, свои традиции. Это очень странный довод против него. И далее вообще полный абсурд. Заранее заготовленный текст, он говорит, читал, где забывал слова. Как можно забыть, если ты заготовил текст, если он у тебя написан? Забываешь, когда ты что-то выучиваешь. А если ты текст приготовил, написал, то ты просто читаешь. Он, может быть, не умел читать, ты хочешь сказать. В общем, это полный бред насчет его происхождения, насчет еврейства. Эти слухи уже давно мусолятся различными недалекими людьми. Я их уже неоднократно опровергал. Поэтому даже неинтересно на эти темы разговаривать. Так, ну что, твои рассуждения, типа, это Россия стравливает Кавказ, выглядят так же смешно, как рассуждения, типа, Америка и Запад стравливают русских и украинцев. Думаю, Абхаз и грузин не разделят такие рассуждения. Ну, Смирнов, смешно, не смешно, но факт остается фактом. Пока Россия к нам не пришла, у нас вообще не было никаких вопросов между собой. Веками жили, никто ни с кем не воевал, никакие территории не делили. Все было нормально. Приходит Россия, одни народы куда-то, значит, высылает, потом их земли между другими распределяет, потом эти народы обратно возвращают. Уже готовый конфликт, потому что там находятся другие люди. Даже если там эти вопросы они решают, потом, значит, руководство СССР берет и границы там по-своему чертит. Когда передел идет, земель отдает теперь землю исконно, там чеченскую отдает ее дагестанцам, кабардинскую или, наоборот, балкарскую. В общем, специально делит это все. Республики чертят как-то непонятно, почему-то кабардинцев с балкарцами объединяет республику, карачаевцев с черкесами, хотя логики это, кроме как логики зарождения конфликтов, это никак не поддается. Поэтому тебе может быть смешно, потому что ты просто не в теме, ты не видишь, не понимаешь эту ситуацию. Нам на самом деле это не смешно, для нас это очень грустно, все, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok